всем привет благодарю дорогие мои виртуальные друзья за то что вы пишете комментарии я с удовольствием их читаю читал и читать буду и на некоторые даже отвечаю не на все уж извините просто времени не хватает потому что помимо записи этих роликов у меня есть еще другая работа которую я люблю и благодарю конечно тех кто оказывает поддержку данному каналу кто поддерживает материально эти мои истории ну для тех кто не знает сделать это очень просто под каждым роликом коротенькой инстанции мои благодарности я очень признателен спасибо снова о себе когда я был маленький совсем не помню в каком классе но я учился еще еще в средней школе это был не 9 не 10 точно уж класс и даже не 8 и даже не 7 а может быть какой-то 6 там в общем в общем я был почти дитя но вместе с другими дитями я уже слушал рок музыку у нас уже были магнитофоны у большинства из нас были магнитофоны потому что ну они как-то уже были доступны катушечные и мы друг у друга переписывали разные иностранные песни и в числе прочих перепели шокенблю я помню мы очень любили тогда креденс мы очень любили ну дети шестой класс там или пятый не помню если если не 4 вряд ли на как только ну в общем маленький и среди вот шокенблю и креденсов вдруг у одного из моих одноклассников оказалась запись очень странной музыки который нам дико понравилась музыка группы и став идон он у кого-то переписал из старших товарищей и записал на коробочку название группы и став идон и нас так проперло детей эта штука причем проперли только две первые песни в основном потом когда уже мы стали старше и появились у нас пластинки это правда у меня переиздание оригинала у меня нет оригинал стоит дорого и как-то я его не нашел у меня достаточно много оригиналов я сыграть то что я показываю в новоделах у меня в основном пластинки дублированы оригиналами здесь читать легче ну вот оригинала у меня нет зато здесь есть раз два три бонуса которых нет на оригинальной пластинке запись очень хорошая кстати говоря все кто там считает что эта цифра шлепнутая на винил бывает и такое но далеко не всегда но это отдельная история про новоделы про первопрессы про староделы про там пресса 80-х годов когда пошли уже гигантские тиражи стали шлепать неизвестно где пластинки то есть оригиналы восьмидесятых например они уже такие же оригиналы как как вот это в массе своей потому что неизвестно где производства там страшное дело уже огромная уже масса этих пластинок но все равно все равно мы собираем покупаем все равно других то нет так что хорошо все так вот истов и дан первые две песни детям очень понравились а потом там началась какая-то хрень но в понимании советского школьника там которому мало лет совсем которые учатся там в пятом классе когда непонятная музыка совсем в эту непонятную музыку я въехал уже перестав быть школьником уже когда подрос немножко и чем даже музыка есть мне для меня воспринималось легче чем мной воспринималось легче чем то что играет из то видом здесь после первых двух песен потому что почему же потому что тут пошел уже чистый джаз смешанные с восточной музыкой смешанные с хард-роком смешанные с психодерической музыкой американской и английской шестидесятых годов и такая конечно такой наплыв информации детский мог мозг перед переварить не мог переварил когда уже я стал юношей зато переварил так что до сих пор обожаю эту группу эту пластинку а пластинка это она считается у критиков очень крутой отзывы очень хорошие да и у слушателей тоже но есть одно но есть одно но что продюсер который занимался записью этой пластинке группы из то видом едва группу не угробил ну на мой взгляд кстати говоря не только на мой многие с этим соглашаются потому что из то видом то что они играли на самом деле на концертах я слушал двойную пластинку бутылок концерт из то видом где-то в лондоне там что-то такое просто софт машин вообще далеко 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 находится такой разгул современного рок-рок джаза я бы сказал не джаз рока рок джаза так такие космические импровизации так такие закрутки саксофона с электроскрипкой с гитарой с бас-гитарой с барабанами такая полифония что просто сумасшествие и очень длинные импровизации но импровизации сыгранные профессионалами не просто вышел человека что-то там играет в тональности там якобы импровизирует на самом деле просто гамма гоняет там за вперед осмысленные мелодические ходы которые рождались прямо здесь это это как бы чувствуется понятно но как там я не знаю можно там джону калтрейна сравнить да с тем что играли из то выдан они они очень кстати благосклонно очень спиете там джону калтрейну относились и вот такая музыка она здесь приведена в такую коммерческую упаковочку немножко завернута и с одной стороны это хорошо потому что люди слушают им нравится они погружаются все равно все это осталось все сложности остались здесь даже грузы советские школьники просто подкисали когда заканчивались первые две вещи и начинались вот эти оля оля калтрейн штучки все это осталось но и stuff in гораздо круче гораздо шире и гораздо интереснее играли на концертах чем здесь на этой пластинке но при этом все здесь сохранено я еще раз повторю вся 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 магия звука вся безумная фантазия музыкантов она здесь присутствует ну а первые две вещи это нас на химосфер и и сидора и сидора с липс это чистый такой хард-рок в принципе но как говорится с с психоделическим ветром все это такое все это такое мрачное и словно как king crimson примерно кстати говоря сравнивают этот альбом с первым альбомом king crimson многие критики есть до сравнить можно и некоторые люди считают что это даже поинтереснее чем первый crimson но я бы сказал посложнее я бы сказал посложнее чем первый crimson насчет интереснее не интереснее трудно говорить это чисто вкусовые такие вещи но здесь гораздо больше погружения конечно непосредственно в музыку нежели чем в то как эту музыку продать потом как сделать так чтобы слушателю это пришлось по душе и желательно массовому слушателю что у king crimson в первом альбоме кстати говоря в полный рост там настолько внятно все объяснено что любой дурак в общем это все поймет и скажет ох какая-то божественная музыка там на ней прямо так и написано эта музыка божественная и очень хорошая примут возьмите там песню репетав там и прочее на ней прямо золотыми буквами написано это очень хорошая песня и люди так воспринимают что да это очень хорошая песня при всей моей любви king crimson но что есть то есть это такая такая поп-поп вариант сложной музыки да якобы якобы сложный пока сложная пошла потом уже king crimson сложное все было потом первый альбом там так хороший поп недаром мы сравнивали с муди блюз очень красиво очень здорово и очень прямо вот написано да это очень хорошая музыка а здесь такое ощущение что люди забили вообще на публику на все продюсер пытался пытался и все-таки у него получилось вот эта коммерческая такая составляющая она получилась все это сложил все это так сжал но сами вот эти артисты они конечно настолько свободны настолько безграничны в своих музыкальных поисках что шикарно это шикарно просто но две первых песни я сказал электроскрипка вовсю здесь присутствует и такого использования скрипки я пожалуй что не слышал как как говорят многие как я слышу сам она выполняет функции ритм гитары и соло гитары и и и заполняет собой пространство такое невероятное то есть жан-люк понти например там мастер электроскрипки он играет по-другому него у него одноголосые все вот эти истории блестяще сыгранные но такой плотности как здесь наверное есть не знаю мы же не были на всех концертах жан-люк понти да правда наверно кого на блестящий гениальный музыкант но здесь уклон все таки в рок в английский рок 69 года и больше сказать нечего потому что это одна из лучших записи наверно британского так называемого прогрессивного рока 69 года waterways как написано здесь пейзаж на пять четвертей ну это после первых двух песен которые более менее понятны хотя в исидоре тоже флейта бы уже улеты в конце песни такие какие-то психоделические пошли а вот этот самый waterways пейзаж на пять четвертей пошел такой то ли зачаточный ambient то ли зачаточный крауд-рок то ли то ли здравствуй колтрейн проснулся пришел сюда и и все это вместе кентавр вуман наполовину женщина наполовину чудовище наполовину бас-гитара так написано под этой песни и да это уже разгул такого современного джаза при этом сроком сроков на роковом рифе жесткий роковый риф гитарно-скрипичный сверху джаз и потом невероятное соло на бас-гитаре даже не соло на бас-гитаре а целая часть произведения где играет бас-гитара какие-то просто какие-то такие вещи которые я не знаю там стэнли кларк стэнли кларк рядом сидит и одобрительно кивает головой да парень может этот этот белый англичанин может может и стоит вот это послушать кентавр вуман да может два бонуса king of siam и болотов харви кей 68 года записи это сингловые номера это синглы это то что группа была вынуждена писать для того чтобы ее узнали покупали чтобы эти песни продавались это просто британский короткие песни британского психоделического рока скажем так ничего сверхъестественного там нет но они просто хорошие красивые и пусть будут ну на второй стороне зато батарс и коммунион два номера все это как 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 все это пришло от скрипичного квартета бартака как здесь и написано и если кто любит симфоническую музыку а в частности произведение бартака получат огромное удовольствие я получил огромное просить за тавтологию удовольствие потому что здесь скрипичные такие построения чисто современная симфоническая музыка на самом деле хотя сыграно все рок-группы все сыграно с барабанами с басом все да да с текстом не побоюсь этого слова и я не знаю с какой еще группой можно сравнить вот эти вещи из to feedon не знаю с какой мод лирическое полотно чтобы вздохнуть после бартака после вот эти вот этой вот скрипичный скрипичного симфонизма и под конец in the stable of the sphinx ну тут уже разгул современного джаза в прочтении музыкантов в прочтении рок-музыкантов английских в 1969 году и опять-таки приходит на ум и soft machine приходит на ум и гонг приходит на ум вся вот эта линейка около джазовых авангардистов английских но трудно сказать кто на пьедестале занимает здесь первое место потому что из to feedon они ну а не во всяком случае в топе в смысле вот этого рок-джаза психоделии шестьдесят девятого года шесть восьмого шестьдесят девятого они на вершине конечно это прекрасная пластинка сложная в то же время будет благодаря продюсеру доступная но безумно интересная космическая музыка недаром сравнивать с кинг crimson я сравниваю софт-машин с гонг все туда все здорово ну и бонусом здесь эдмайс эдмайл хая эдмайл с известное полотно до группы birds и спета она так себе часть с текстом сыграно обычно спета обычно но потом зато развернута импровизация очень интересная очень интересная штука так что из to feedon да это 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 все это все нетленка